Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Сегодня мы поговорим об одном из любимых дизельных моторов поклонников марки Ford. Итак, встречаем 1.8 TDCi. Перед вами последняя версия фордовского дизеля объемом 1.8. Вообще, это двигатель-трансформер. Он появился в 1986 году и, естественно, у него был вихрекамерный впрыск. Затем, в 1998 году, он первый раз трансформировался. Связано это с появлением непосредственного впрыска на этом моторе. Еще раз он трансформировался в 2001 году, когда на нем появилась топливная система Common Rail. Изначально устанавливали компоненты топливной системы Delphi. Затем, в 2007 году, перешли на Siemens Continental. Этот двигатель трансформировался не очень активно. Он сохранил чугунный блок цилиндров, чугунную ГБЦ с одним распредвалом двумя клапанами на цилиндр. В таком варианте он выпускался до 2015 года. Этот двигатель устанавливали на Ford Focus 2, C-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo. Также его заполучили фургончики Torneo Connect и Transit Connect. В таком варианте двигатель 1.8 TDCi выдает от 100 до 125 лошадиных сил. Этот двигатель не зря прожил почти 30 лет. Он надежный, простой и не капризный даже с Common Rail. Он пользуется уважением наравне с двигателем 2.0 TDCi, который был создан в сотрудничестве с PSA. Сегодня мы вам расскажем о его слабых местах и некоторых эксплуатационных особенностях. Отметим, что некоторые компоненты этого двигателя очень дорогие. На некоммерческих автомобилях Ford с двигателем 1.8 TDCi используется двухмассовый маховик. Многим владельцам его пришлось поменять из-за износа. Симптомы – простые и непонятные бряканье и цоканье на холостом ходу и при выключении двигателя. Симптомы исчезают при выжимании педали сцепления. При более серьезном износе появляются вибрации и более серьезные шумы. Новый двухмассовый маховик для этого мотора от двух именитых производителей стоит от 550 долларов. Есть переходные комплекты с одномассовым маховиком, корзиной и диском сцепления. Эти комплекты, естественно, не оригинальные. Для Ford Focus и C-Max один комплект, для Mondeo Galaxy и S-Max другой комплект. Комплекты стоят примерно от 600 до 900 долларов. Говорят, что на таких комплектах может буксовать сцепление из-за недостаточного прижатия, а также по мере износа диска. Перейти на одномассовый маховик можно еще чуть более бюджетно, но для этого понадобятся очумелые ручки. Мотор 1.8T DCI для Ford Connect оснащен одномассовым маховиком. Для его установки на Focus и C-Max понадобится установить стартер от Ford Connect. Если во время работы двигателя 1.8T DCI появились сильные вибрации и нет никаких ошибок, то тогда проверьте подушки опоры двигателя. Одна из них гидравлическая, в других подушках резиновые сайленблоки. Если подушки изнашиваются, то вся дрожь исправного двигателя достигает кузова. Мощный на вид выпускной коллектор, которого, к сожалению, здесь нет, может лопнуть и заварить его вряд ли получится. А еще при больших пробегах его придется снять, чтобы поменять прокладку между ним и ГБЦ. Двигатель 1.8T DCI надут турбокомпрессором Garrett. Он с изменяемой геометрией, которая приводится электромеханическим актуатором. Турбина надежная и до выхода ее из строя придется поменять или переуплотнить ни один патрубок до интеркулера или после. Также проблемы по части надува, которые вызывают сомнения в исправности турбокомпрессора, могут быть вызваны неисправностью датчика температуры впускаемого воздуха. Но справедливости ради скажем, что такой датчик присутствует не на всех версиях двигателя 1.8T DCI. При больших пробегах в этом турбокомпрессоре подклинивает весь механизм геометрии. И это вызвано не только сажей, но и неторопливым стилем езды владельца, потому что лопатки геометрии работают в узком диапазоне и не успевают разрабатываться. TNVD Siemens, он же Continental и вся топливная система на его основе оказалась более приятной и надежной, чем топливная система Delphi. Новый такой насос стоит баснословных денег, однако он легко разбирается и перебирается при больших пробегах, разве что плунжеры немного изнашиваются, а секция подкачки служит долго, если в топливе нет металлической стружки, воды и грязи. Со временем может появиться течь топлива из-под плунжерных крышек и по штуцеру обратки. Эти неприятности устраняются замены ремкомплекта и уплотнительного колечка. Отдельно отметим, что при установке этого TNVD на место нужно совместить метки на его вале в приводе ГРМ. При замене топливного фильтра всю систему надо прокачать, подсоединив насос в грушу крышки топливного фильтра. Некоторые товарищи заполняют корпус топливного фильтра топливом до закручивания крышки. Тут надо понимать, что секции подкачки в баке нет, и секция подкачки, которая находится в ТНВД, тянет топливо напрямую из бака. При любых манипуляциях с топливной системой главное не допустить завоздушивания. На топливном насосе «Сименс» установлено два регулятора. Один регулятор, который находится вдоль ТНВД, дозирует подачу топлива к механическому насосу подкачки, который находится в ТНВД. Регулятор, вставленный сзади, регулирует высокое давление топлива, которое накачано плунжерами и направляется в топливную рампу. Зная разницу между этими двумя регуляторами, можно разобраться в ошибках по давлению топлива и определить реального виновника. Но зачастую симптомы одинаковые. При некорректной работе бокового регулятора насосу и двигателю будет не хватать топлива, а это вызовет проблемы с запуском как прогретого, так и холодного двигателя. Появятся рывки и потеря тяги при ускорении, а ошибки будут говорить о несоответствии давления топлива с требуемым значением. А если неправильно работает задний регулятор, то у двигателя возникают проблемы с запуском. Также двигатель может заглохнуть после запуска. Обычно эти симптомы возникают на прогретом моторе. А вот ошибки по неправильному давлению топлива возникают при отпускании педали акселератора после интенсивного ускорения. Бывает, что блок управления двигателя 1.8 ТДЦИ регистрирует ошибки по завышенному давлению топлива в рампе. Естественно, тут понятно, что проблемы на стороне высокого давления, но иногда замена вот этого регулятора ничего не решает. Умельцы обнаружили, что под клапаном этого регулятора есть крохотная сетка фильтра. Если она забивается стружкой либо мусором, то тогда проходимость канала ухудшается. Именно это делает невозможным правильно и быстро регулировать высокое давление в рампе. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, надо снять вот этот регулятор и хорошенько пропшикать эту сетку фильтр специальными средствами. То есть, другими словами, просто ее хорошенько почистить. Но для этого надо будет снимать ТНВД и этот регулятор. С переходом на топливную систему «Сименс» двигатель 1.8 ТДЦИ обзавелся совершенно новыми форсунками, а не пьезоэлектрические. Хорошая новость в том, что форсунки надежные и неприхотливые. Пройдут 200 000 км и даже вдвое больше, если владелец не экономит на топливном фильтре и заправляется хорошим топливом. Сегодня одна такая форсунка стоит от 450 до 780 долларов. Менять ее целиком придется, если вышел из строя пьезоэлемент. Также в продаже есть ремкомплект распылителя. Стоит он 200 долларов. При установке нового распылителя форсунку обязательно надо откалибровать на специальном стенде. В случае износа распылителя одной из форсунок в двигателе будет слышен стук, похожий на стук клапанов. При этом компьютерная диагностика не покажет никаких ошибок. Если распылитель засорен и плохо распыляет топливо, двигатель будет работать грубее, плохо тянуть и дымить черным дымом. На двигателе 1.8 TDCI случаются обрывы проводки к форсункам. В этом случае появляются постоянные ошибки о неисправности электрической цепи форсунки. Один цилиндр тогда отключается, то есть впрыск топлива туда прекращается. Ну а если форсунка включается чудесным образом после перезапуска двигателя, то это говорит о постепенном отказе пьезоэлемента. Ну а сегодня раскидать этот двигатель нам поможет механик Артур с большими банками. Встречаем. И мы начинаем нашу разборочку. На моторе 1.8 TDCI его поздней модификации установлен пластиковый разветвитель системы охлаждения. В его фланец встроен термостат. Вся эта пластиковая деталь ненадежная, треска и целопается и течет по стыку. В продаже есть неоригинальные разветвители и корпус термостата. Металлические. Справедливости ради скажем, что на ранних версиях мотора TDCI, которые без Common Rail, все детали вот эти были металлическими. Поздние версии двигателя 1.8 TDCI оснащены клапаном EGR с охладителем. Так вот, со временем возникает течь антифриза по вот этому пластиковому соединению. Проблема решается заменой уплотнений вот этого соединения. Ничего нового про клапан EGR мы вам не скажем. Если клапан EGR выдает ошибку, значит его надо разобрать и почистить. Обычно это помогает. На двигателе 1.8 TDCI используется архаичный вакуумный насос, но он хорошо выполняет свою работу. При больших пробегах возникает течь масла между половинками его корпуса. Это происходит из-за обрыва вот этих заклепок. В этом случае, чтобы скрепить надежно половинки корпуса, надо использовать подходящие винты и гайки. Предварительно лучше установить новую прокладку между двумя половинками. Двигатель 1.8 TDCI интересен приводом ГРМ. Здесь он состоит из двух частей. Одна часть от шкива коленвала до шкива ТНВД, вторая часть от шкива ТНВД до шкива распредвала. Здесь используется зубчатый ремень ГРМ. Меняется просто, но, чтобы не ошибиться, лучше фиксировать коленвал и распредвал специальными принадлежностями. Тем более, что в инструкции написано, что для замены ремня ГРМ надо скидывать шкив распредвала. Некоторые справляются и без этих тонкостей. Оригинальный ремешок и натяжитель стоят 130 долларов. Заменители в два раза дешевле. Менять надо каждые 150 тысяч километров. Кстати, менять надо и нижний ремень. Обозначим, что этот двигатель погиб от обрыва ремня ГРМ и поэтому не прошел строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Сейчас мы покажем вам нижний ремешок. Немножко подразберем двигатель. Изначально в этом двигателе использовалась кассета, с двумя роликовыми цепями, которые выхаживали 300 тысяч километров. И замене подлежал только верхний ремешок. В 2008 году инженеры компании Ford отказались от цепей и появился ремень ГРМ, который работает в моторном масле. То есть первый мокрый ремень ГРМ появился именно на этом турбодизеле, а не на двигателе 1.0 EcoBoost. И дело даже не в этом. Из-за такой подмены много людей, которые доверились компании Ford, попали на капремонт этого двигателя и большие деньги. Они не читали инструкцию к этому двигателю, не изучали его конструкцию. Вдобавок, продавцы запчастей и сервисмены продавали и устанавливали только верхний ремешок. О наличии ремня в нижней кассете люди даже и не догадывались. Они до последнего думали, что к ТНВД тянутся цепи. Правда открывалась лишь тогда, когда ремень обрывался либо лишался всех зубьев. Тогда мотор загибал клапаны, поршни получали отметины. А если эта неприятность происходила на большой скорости, то это заканчивалось выходом одного из шатунов. Одним словом, для замены ремня ГРМ надо покупать не только верхний ремень, но и кассету с нижним ремнем. В эту кассету входит сам ремень, один натяжитель и два шкива. Сумма – 260 долларов. Не очень приятно. Но в привод ГРМ можно все еще вернуть цепную кассету. Она продается в комплекте с гидронатяжителем. Стоимость – 280 долларов. Но для этого надо еще докупить ступицу ТНВД, которая стоит 75 долларов, чтобы на нее насадить цепной шкив. Также в продаже есть неоригинальные цепи без кассеты, которые в парой стоят 14-15 долларов. Стоит ли такая переделка времени и денег, решать уже владельцу. Давно мы не обращали внимания на свечи накаливания. Обычно ничего неординарного с ними не происходит. Если вышло из строя несколько свечей накаливания, то двигатель будет плохо запускаться в мороз и дымить темно-серым дымом. Из этой ГБЦ, кстати, чугунной свечи выкручиваются без проблем даже после 10-15 лет эксплуатации. В приводе клапанов этого двигателя нет гидрокомпенсаторов. Невероятно, но факт. Тепловые зазоры здесь регулируются шайбами, которые установлены на толкателях. Номинальные тепловые зазоры для впускных клапанов 0,3-0,4 мм, для выпускных – 0,45-0,55 мм. Заниматься этой процедурой надо раз в 200 тысяч километров. Естественно, предварительно надо измерить существующие тепловые зазоры. ГБЦ этого двигателя чугунная, а это говорит о его длинной истории. Ну а теперь по состоянию. Никакого износа на кулачках распредвалов мы не видим, а черное масло – это абсолютно нормально для дизельного двигателя. Ну что, а здесь мы видим последствия обрыва ремня ГРМ. Загнуло два выпускных клапана капитально и один выпускной чуть-чуть. Здесь в камере сгорания мы видим ржавчину, но, скорее всего, сюда просто попала вода в отверстие для форсунок. Ну а в остальном с этой чугунной ГБЦ для мотора 1.8 ТДЦ ничего плохого не случается. Ну а здесь у нас самый сок – последствия обрыва ремня ГРМ. Поршни так бомбанули по клапанам, что почти откололись их фрагменты. На двух поршнях откололись фрагменты, а на двух поршнях есть следы от клапанов. Если говорить о состоянии цилиндров, то «хона» практически нет и видны потертости во всех цилиндрах. В 2007 году поршневую группу этого двигателя облегчили для снижения потерь на трение. Поршни получили уменьшенные поршневые кольца 2 мм и меньше. Раньше у старых поршней толщина поршневых колец была 2,5-3 мм. Но ни на надежности, ни на ходимости, ни на жоре масла это никак не отразило. Обратите внимание, что маслосъемные кольца не закоксованы. Поршневые не залегли, ну и массосъемные тоже не залегли. Если мы посмотрим на состояние шатунных и коренных вкладышей, примерно картина одинаковая. Они потёрты, есть борозды и вкладыши начали выкрашиваться. Если говорить о коленвале, то визуально он неплох. Верхние коренные вкладыши выглядят довольно свежо. Ну что, разборка закончена и сегодня мы разобрали прекрасный мотор из 90-х. Обслуживайте его вовремя и будет он служить вам многие сотни тысяч километров. И если бы не косяк с подменой цепей ГРМ на ремень ГРМ, о котором владельцы даже не подозревали, проблем бы у этого мотора практически не было. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные классные обзоры, то обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий. Помните, что нам нужна ваша поддержка, а поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».